итак всем привет если вы впервые на моем канале то знаете что здесь я рассказываю о моем автомобиле Land Rover Velar BMW X7 квадротехники снегоходах гидроциклах все то что я купил новое эксплуатирую показываю как ломается как обслуживаю дилеров и так далее итак если вы смотрите сейчас это видео это означает что Land Rover все к сожалению мне приходится его продавать есть определенные жизненные обстоятельства пробег 67000 всего-навсего и как не прискорбно мне это понимать воспринимать я вынужден продавать машину не планировал ее продавать раньше ста пятидесяти тысяч но так складываются обстоятельства все мы знаем о некоторых санкциях введенные в отношении РФ тот кто давно смотрит мой канал знают что я частенько езжу в Европу на машине то есть есть у меня там определенные дела и буквально с 12 сентября двадцать третьего года все страны Прибалтии Польша Финляндия в том числе закрыли въезд для автомобилей на российских номерах тем самым лишив меня возможности попадать на территорию Евросоюза на автомобиле на своем на одном из своих автомобилей которые стоят на российском учете ввиду этого было принято решение продавать одну из машин вот выбор пал на Land Rover еще раз повторю 67 тысяч пробега цену я поставил в районе пяти миллионов рублей снижать я не планирую потому что машина в идеале есть вся история на канале вы это знаете и повторю если вы смотрите это видео значит машина уже продана я не хотел продажу сразу же и предварительно так скажем анонсировать мне не нужна лишняя реклама и все такое и так что по итогу доволен ли я Land Rover расстроился ли что я его брал разочаровался ли и так далее раньше я говорил что не разочарован маркой что доволен значит выбором и так далее и раньше я хотел в будущем взять что-то еще более новее на сегодняшний день я скажу что Land Rover я брать больше не буду есть определенные причины маркой я разочарован сейчас я дальше расскажу почему какие лично у меня были неисправности я считаю это недопустимым в премиум брендах таким как себя позиционирует марка Land Rover значит какие были происшествия у меня с ней технического плана за последние там 15 тысяч километров поехал я также в европу проезжал в воронеж и у меня это было где-то декабрь 22 года значит отрывается или как сказать рассоединяется трубка подходящая коробке передач то есть масло там идет на радиатор так вот вот эта трубка где она прикручивается коробке она отошла от своего кронштейна я не знаю как это назвать и просто вышибла масло с коробки пробег на тот момент был 52 тысячи километров эвакуатор первый раз 52 тысячи повторю пробега оттащили в воронеж к одному из хороших сервисов по Land Rover ребята сняли трубку заварили закачали масло в коробку и я поехал дальше успешно там про поездил по европе проехал около 10 тысяч километров и смотрю у меня начал уходить антифриз не быстро где-то примерно 250 грамм на 1000 что такое подливал пару раз а потом увидел под бампером вот здесь с правой стороны капельки посмотрел понюхал их так далее потер понял что это антифриз оказывается вот здесь стоит с правой части радиатор дополнительное водяное охлаждение двигателя радиатор он просто потек по сотам нет никакой ржавчины ничего просто оригинальный радиатор дополнительный потек по сотам ну это полный бред я считаю опять пробег там был но пусть 56 58 тысяч километров на тот момент купил радиатор в польше вернулся в россию и соответственно я заменил весной 23 года этот радиатор все на сегодняшний день проблемы все решены я понимаю что это возможно какие-то заводские были недочеты которые вылезли там грубо говоря к пятидесяти тысячам километров все это пришлось испытать мне как первому владельцу я уверен что никаких сюрпризов у нового владельца с этой машины больше не будет потому что как ни крути достаточно хорошие отзывы по велару реально современнейший внешний наружный вид двигатель здесь дизельный двухлитровый 180 сил здесь есть спортивная программа на кнопочку нажимаешь включается спортивная программа также на коробку отдельно включается машина становится очень резвая собранная отличное руление прекрасная шумоизоляция машина по мне так еще будет служить долго и долго что я и планировал делать еще раз говорю раньше 150 тысяч я даже не планировал ее продавать я думаю идет машина быстро потому что нареканий по ней нет никаких следующих сериях покажу что я взял для себя в европе выбор сейчас на бмв x5 g05 кузов предыдущим получается буду брать в германии с небольшим пробегом там 20 30 максимум 50 тысяч это как вторая машина для поездок из европы в россию и обратно возможно также рассматриваю ешку года 22 с пробегом также около 30 тысяч ну чтобы был хороший дисконт скажем так вот новые цены и более умение было выгоднее его взять чем ждите в следующей серии покажу продолжение какой же автомобиль 2 у меня появился на этом все ставьте лайки подписывайтесь если хотите знать продолжение всего хорошего